Девушки отдыхают Я чувствую вашу боль Я сделаю все, чтобы вернуть его Все Сюда меня в первую очередь влекла работа Здесь меня начали посещать видения Мне не следовало их зарисовывать Чарльз не должен был их увидеть Что я для тебя? Я заботился о тебе Спас тебя от жалкого существования Тебе никогда не найти мужчину лучше меня Ты передо мной в долгу Я ничего тебе не должна Мы уходим Ты никуда не пойдешь Ты принадлежишь мне Субтитры к тебе Симон. Пойдемте, все прошло. Пойдемте, все прошло. Пойдемте, все прошло. Мы спасли Сару Хокинс. Да, 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 вы не ослышали. Сару Хокинс, черт ее побери, она жива. Вот, она жива и мы уничтожили Чарльза, мужа ее. Вот, он хотел ее спасти, хотел ее уберечь от влияния мифа. И рассказал нам то, что если Сара подвергнется воздействию мифа, то культ, который поклоняется божеству, Ктулху. Вот, они, как я понял, овладеют ей и приведут в действие свой коварный план и вызовут это божество зловещее на землю. Вот, и нам нужно узнать больше, что хочет предпринять Сара, что она вообще хочет сделать, как предотвратить это все. Вот, давайте поговорим с ним. Мистер Пирс, мы ждали вас. Хорошо. У Сары мало времени. Что вы тут делаете? Вы думали, я позволю вам встретиться с оккультными силами без надзора? Это слишком опасно для книжного червя, вроде вас. Элджернон, мне нужно поговорить с мистером Пирсом. Хорошо, Сара. Я буду в кабинете Чарльза. Ну, давай, Сарушка, расскажи нам, что, черт возьми, здесь происходит на самом деле. Вы, кажется, изменились. Да. Когда я проснулась сегодня утром, мой разум был острее, чище. Я все еще слышу голос, который меня зовет. Он такой сильный, такой древний, заманчивый, опасный. Я, может быть, никогда не смогу избавиться от него совсем, но пока я могу это контролировать. Я знаю, чем я вам обязана, мистер Пирс, но я не могу вернуться с вами в Бостон. Так, Чарльз Хокинс мертв, на Дарку Утре действует какой-то культ. Это из-за бродяги. Мы с Дрейком что-то задумали. Я все видел. Туннели под вашим домом, ритуалы, тайное общество. Я должен защитить вас от него. Я знаю, как они для меня опасны. Но сначала, бродяга. Я должна найти его и убить. Только я могу положить конец этой бойне. Нет. Вы поедете со мной в Бостон. Я не обязана вам подчиняться. Дело не в том, чего вы хотите и чего не хотите. Вы готовы рискуйте разрушить весь мир просто потому, что не состояние здравооценить последствия своих действий. Я искуплю свои грехи. Нет. Вы пытаетесь уничтожить доказательства своих ошибок. Я знаю, что я сделала. Я не успокоюсь, пока эта тварь не вернется в свое измерение. Что это? Это называется ватафак? Так. Должен быть какой-то способ победить его. Значит, мы все умрем. Но... Умереть мы всегда успеем. Давайте выберем это. Вы, кажется, отошли. Вчера вам было хуже. Возможно, вы сможете сражаться. Мы должны найти что-нибудь, что поможет избежать. Элджерна знает, как меня защитить. Помогите ему найти то, что он ищет, и мы все переживем. И мы все переживем это двое. Хорошо, я помогу вам. Так. Надо, значит, я так полагаю, поговорить с Элджерном. А где наши друзья? В Брэндли. Подруга-то его мертва. Вот. Где сам Брэдли? Так. В кабинете Чарльза. А где этот кабинет? Кабинет... На втором этаже или здесь? Я что-то не помню. Наверное, прямо вот здесь. Как раз потайной ход. И снова здравствуйте. Это вы. Я здесь из-за нее. Не из-за вас. Мне наплевать, почему вы здесь. Имеет значение только то, что вы можете сделать. Как нам защитить Миссис Хоккинс от влияния сил, которые жаждут добраться до нее? Конечно же, нужно последовать с этим бестолковым двором Хоккинсом. Что вы хотите сказать? Он что-то нашел. Амулет. Символ, выгравированный на нем. Мог бы защитить Сару? Мог бы. Мы имеем дело с силами, которые намного превосходят все, что в состоянии представить ваш интеллект. Можете задавать мне любые вопросы о том, что ваш разум не в состоянии постичь. Вот это... Это большой ватафак. Так. Он продал кинжал Сандерсу. Межпространственность бродяга. У него, кажется, есть план, как избавиться от бродяги. Так. Гений вроде вас наверняка уже нашел способ избавиться от этой твари, правда? Я чувствую ваш сарказм, но так уж случилось, что да, у меня есть решение. Я думаю, я могу его уничтожить, но для этого я должен подойти к ней, а чтобы к ней подойти, мне нужен ключ от Эрлиха. Еще один из ваших побрякушек, это не побрякушка, мистер скептик. Это очень сильная защита, способная отразить самые древние силы, куда эффективнее вашего кольта. Но, но, кольта, который... Который один раз достали. Как он выглядит? Это золотой амулет с древними фисинами, и в центре выгравирован знак старше. Звезда с глазом в середине. Я уже видел этот знак. И где же мы можем найти его? В этом-то и проблема. Этот грязный ворс Чарльз где-то его спрятал. Я нашел эту картину среди его личных вещей. Мне кажется, он как-то укажет на амулет. Я попробую потянуть за эту ниточку, а вы продолжаете поиски. Именно это я и собираюсь сделать. Что же касается вас, то приносите его, как только найдете. Я не хочу, чтобы он исчез снова. Так, что это он мне дал? Найти амулет. Еще одна головоломочка получается, да, друзья? Какая-то рисовуха на листе. Так. Это снова вы? Может, кто-то скажет еще? Так. Давайте еще поспрашиваем. Кинжал со странным знаком. Это вы продали его Фрэнсису Сандерсу? Если вы про кинжал древних, тогда да. Это был я. А что? Вы знаете, зачем он был ему нужен? Фрэнсис был в первую очередь коллекционером оккультных предметов. Он любил редкости, но я сомневаюсь, что он понимал их значение. С его помощью я смог отправить тварь, которую вы зовете бродягой, назад в картину. Поразительно. Но я боюсь это ненадолго. Хотите сказать, что эта тварь может вернуться? Именно поэтому я ищу более долговечное решение. Она не должна вернуться. Так. Эта тварь, бродяга, что это? Это охотник. Он путешествует между измерениями, преследуя свою добычу. И одной из жертвы был Фрэнсис Сандерс. Как могла такая тварь оказаться на картине Миссис Хокинс? У Сары необычный дар. Она связана с сущностями, живущими за пределами нашей реальности. Я сомневаюсь, что тогда она знала об этом, но рисуя картину, она призвала его. И теперь эта тварь остается в нашей реальности? Скажем так, она использует картину как портал в нашу реальность, и мы для нее заманчивая добыча. Именно поэтому мы должны найти способ отправить ее туда, откуда она взялась навсегда. Ну давайте. Истинная природа некрономикана. Я вижу, вас заинтересовала моя бесценная книга. Это главная книга об оккультных знаниях, мистер Пирс, и написал ее Абду Аль-Хазред. Она хранит ответы на многие вопросы. Так вот почему она так высоко ценится. Да, и пусть это копия, которую подарил мне профессор Арт Миттич из Мискотонинского университета, этот фолиант все еще очень силен. Теперь я понимаю, почему вы храните его в сейфе. Это все, что я хотел узнать. Все в свое время. Так, теперь наша задача найти амулет. Да, некрономикан. Такая книгуля, что может дать просраться. У меня, кстати, был напечатан, короче, с интернета я опечатал себе копию, типа копию книги, короче, вот этого некрономика. Она у меня была на листах А4. Я читал как-то, увлекался этим. Вот. Очень, довольно очень интересно, я вам хочу сказать. Так. Так, а теперь нужно найти амулет. Я так полагаю, это на листе у нас нарисована часть картины, наверное, какая-то. Либо, 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 либо это статуя, наверное, какая-нибудь. Так. Давайте посмотрим здесь. Хм. А вот это уже более похоже, да? Нет? Это, может здесь, что-то с этими полками, с этими, с этими... Так, что здесь? А, выпить, не пить? Нет, не хочу я пить. Возможно, у нас нарисована, короче, типа статуя вот этой, ну, такой статуэтки. Я так предполагаю. Так. Давайте заглянем наверх. Может, наверху что-то будет интересное. Вот у нас здесь куча всякого хлама. Ну, это тоже не то, получается. Короче, надо что-то искать, что-то похожее, что на нас на листе нарисовано. Либо статуэтка, либо... А вот и Брэдли, да, похоже? Точняк. Ну-ка, давайте-ка поговорим с ним. Как вы, Брэдли? А, это вы, Пирс. Я переживаю за Мари. В смысле, за доктора Колден. Есть новости? Так, сказать правду. Ну что, давайте не будем брать бедняги. Блин, у него такой печальный вид. Ну, что делать? Мне очень жаль, Брэдли. Я ничего не мог поделать, чтобы спасти ее. О чем вы? Что произошло? Я не знаю точно, что случилось, но я нашел ее тело в подвалах Риверсайда. Вы уверены, что не имеете к этому никакого отношения? Если бы она не попыталась вам помочь, она до сих пор была бы жива. Мне очень жаль. Честно. Ну вот, теперь он будет нас обвинять. Это все этот поддонок Фуллер. Клянусь, я пристрелил его. Что скажете, Пирс? Вы со мной? Ого. Мари Колден была бы против природных отношений. Горе мешает ему рассуждать здраво. Это решает не нам. Опять это непонятный уровень рассуд... Требования к уровню рассудка Фуллер еще заплатит. Вы знали ее лучше, чем я, но вам не кажется, что это стало бы предательством того, во что она верила? Она всю жизнь спасала других людей. Если бы однокровное убийство противоречило бы всем ее идеалам. Пожалуй, вы правы. Мы должны сделать что-то для тех, кто еще жив, Брэдли. Пока действует культ, Сара в опасности. Мы должны довести дело до конца, иначе смерть Мария окажется напрасной. Вы прям-таки глаз разума, Пирс. Как всегда. Фух. Ну, главное, он не натворит... ...делов. Предпочитаю работать в одиночестве. Главное, он не натворит плохих делов. Отговорили его. Плюсик к нашей карме, короче. Вот. Ну, зато нам не пришлось лгать. Как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так. Помог бы кто-нибудь, я не знаю, с этой картиной, с этим... ...уже здесь. О! Ящичек. Пусто. Ну, что-то похожее, да? Нет? О! Да! Так, набросок натюрморта. Этот набросок должен привести меня к артефакту, спрятанному Чарльзом Хокинсом. Где же я его видел? Так, 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 так. А видели, помните, я говорил недавно, хлам? Похоже, да, местечко? Так, давайте здесь пороемся. Сара Хокинс говорила правду. Так, что-то здесь еще надо сделать. Что за ритуал она готовила? Да, она хотела, наверное, защитить себя, я думаю. Смотрите, тут... ...кайктями так, разрезано. Здесь счастел бродяга? Она хотела изгнать, наверное. Хотела изгнать из картины бродягу. Миссис Хокинс никогда не говорила мне, что у нее есть некрономикам. Как она пережила встречу с бродягой? Зная, миссис Хокинс, готов поспорить, что она была готова броситься в драку. Ну да, это жесть. Да, она, похоже, хотела изгнать бродягу. Бродягу. Чарльз Хокинс был готов на все, чтобы защитить жену. Замок. А, типа... А-а-а... Понятно, он ворвался, наверное, сюда, да? Если амулет может защитить Сару Хокинс от влияния мифа, я должен найти его. Так, что у нас здесь? Пирс. Так, четыре очка у нас есть. Давайте. Психологию. Поиск увеличим. Я думаю, надо так сделать. Поиск нам сейчас нужен. Так, рассудок. Виртуал Сары Хокинс. Неужели некрономика, она владает собственным сознанием? Осматривая особняк Хокинсов, Пирс вступил в контакт с остаточным образом потерянной книги. Этот труд столь силен, что даже память о нем достаточно, чтобы лишить рассудка. Пирс не единственный человек, который его читал, как он и подозревал. Сара Хокинс тоже изучала книгу. Психоз. У Пирса уже психоз. Если есть тайна, забытая тайна, старая и ужасная, которая скрывается только на нечестивых страницах забытых гримуаров или передается шепотом во время запретных ритуалов. Мы не дети провидения. Вы знаете кошмарную и ужасную правду и видели пугающий лик реальности. Так, а здесь что у нас? Цена истины. Пока рассудок Пирса слабеет, его чувствительность к оккультным вещам открывает ему новые пути. Теперь разговаривая с обитательным островом, он иногда чувствует скрытую правду. Как и все связанное с мифом. Это имеет свою... Цену. Сварю. Сварю цену. Сварю цену. Так. Даркоутер. Жители. Мари Колден. 32 года. Врач. Я опоздал и не успел освободить Колдена из лапфуллера. За мгновение до того, как я нашел ее у доктора, она передала мне последнее сообщение. Может быть я схожу с ума, но мне кажется, что ее слова могут оказаться правдой. Так, Сара Хокинс, 33 года, художница. Я нашел Сару Хокинс живой, ее держали в Риверсайдском институте. Похоже, Чарльз Хокинс и доктор Фуллер сговорились и спрятали ее от мира. Трагическая гибель семьи ее шокировала, но не стоит недооценивать твердый характер этой женщины. Она будет бороться, несмотря ни на что. Ключ из Эрль-Еха. Дрейк настаивает на том, чтобы знак может отражать сил древних и запереть врата в подземный город Эрль-Еха. Я вижу тяжелый золотой медальон отвратительного вида, который оттолкнул Чарльза Хокинса в безымянной книжной лавке. Сможет ли он и в самом деле защитить Сару Хокинс, я не знаю. Выдержка из записной книжки частного дыхания Дверда Пирса. Пока мы не найдем этот амулет, мы ничего не узнаем. Неудавшийся ритуал. В студии Сару Хокинс нарисован круг с незнакомыми символами, окруженный полусгоревшими свечами. Видимо, убитая увлекалась оккультизмом. Убитая? В смысле убитая. Среди вещественных улик, перевернутый мольберт, сломанный болт, след чудовище на полу, возлики остаточные видения и испортили всю картину. На полу появился некрономикан. Возможно, на его страницах Сару Хокинс искал информацию для проведения ритуала. Несомненно, это был ритуал изгнания, ведь бродяга был рядом. След на полу не врет. Нет на земле других существ, способных на что-то подобное. Что бы ни пыталась сотворить Сару Хокинс, она потерпела неудачу. И состояние комнаты подтверждает слова ее мужа. Аня ни за что не должна связываться с оккультизмом. Так, ну это понятно. Так, давайте искать место. В принципе, искать нам не надо долго. Где-то так. По-моему Если я не ошибаюсь, это вот Вот где? Вон там. Да, вот черепок этот. Статуэтка. Наверное, в шкатулке, да? Ну, так и есть. Все так близко лежит. Этот тот самый амулет, который искал Дрейк. На этом амулете выгравирован знак старших. Дрейк называет его ключом из Эр-Льеха. Он твердо верит, что это артефакт Великой Силы. Воу-воу-воу, что это было? Так, у нас ачивка амулет древних. Что за ведение? Покажите амулет Дрейку. Так. Кстати, вы заметили, у Пирса татушка, по-моему, на руке. Так, ну давайте отнесем амулет Дрейку. Посмотрим, что он скажет. И думаю, наверное, сейчас мы приступим к поискам бродяги. Хотя, фиг знает. Может, еще что-то надо будет. Это снова вы? Так, отдать амулет. Кажется, я нашел то, что вы искали. Дайте взглянуть. Да, это он. Великолепно. Мы спасены. Я должен рассказать миссис Хокинс. Да, расскажите. Так. Я надеюсь, Дрейк не предатель. Что-то у меня сейчас такая мыслишка промелькнула, блин. Отдали ему амулет. Оставили и пошли к Саре. А если он сейчас сбежит? Он у меня. Это странный амулет. Надеюсь, он защитит вас. Если уж вы не хотите передумать. Вы должны понять. Я уже зашла слишком далеко. Какие же ужасы вы увидели, что убедили себя, будто вы должны так рисковать? Я не могу рассказать. Чего? Эта история закончилась плохо. Пирс, это шеф Уэст Салливанс. Брэдли, последите за миссис Хокинс, я с ними разберусь. Вы уверены? Хорошо. Так. Что-то назревает, что ли? Я много про вас слышал. Похоже, вам нравится причинять людям неудобства. Браво, шеф, вы меня взяли. Прекрасная и слаженная работа полиции. Можете умничать, сколько заблагоссурица, Пирс. Свидетели показали, что это вы устроили пожар в Риверсайде. Чего? Свидетели? Кто бы мог подумать? Вы же мне еще не всю историю рассказали. Я наплевать на ваши истории. Расскажите их суде. А, Риверсайд, точно, перепутал. Я думал, в доме. Вы же знаете, полицейские проводят расследование на основании фактов и показаний. В следующий раз можете и сами так попробовать. Не сомневайтесь. Попробую. Ну что, нас загребли, короче. Полицейский участок Даркуотера. С помощью Элджерна на Дрейка Пирс получил амулет, который должен был защитить цару. Хокинс, охотящийся за ней зловещих сил. Художница рассказала, что хочет искупить свои грехи, выследив и убив межпространственного бродягу. Не успел Пирс остановить ее, как его арестовала полиция. На столе патрончики лежали, как в Резидент Иоля. От пистолета. Я много слышал о вас, мистер Пирс. Надеюсь, только хорошее. Похоже, едва прибыв на остров, вы умудрили совершить сразу нескольких проворон нарушений. Вы дважды нарушили границы частной собственности, были замечены в агрессивном поведении, а под конец еще и поджог устроили. Так, Ягоднов с ним сотрудничать. Правда, имеет свою цену. Не ему меня учить. Сотрудничать, блин. Я не знаю, кто это. Может, он с культом связан. Слушайте, в моем ремесле иногда приходится переступать некоторые границы. Мы говорим не только о нелегальной слежке. Вас обвиняют в серьезных преступлениях. В том, что вы перечислили, нет ничего серьезного. И у вас нет доказательств, что пожар случился из-за меня. Не беспокойтесь. Я их найду. Вы будете тратить на меня время и силы, пока на острове будут твориться жуткие вещи. Да? Ну да. И что же такого происходит на этом острове, о чем я не знаю? На острове орудует опасный бульт. Дело Хукинсов закрыли слишком рано. Фуллерсов вовсе не так невинен, как вам кажется. Не смысл тратить. Так, расследование. Вы бы лучше к Фуллеру присмотрелись. Он проводит над своими пациентами эксперименты, и ладно бы нелегальные, но ведь он еще и бесчеловечный. А когда доктор Колден попыталась положить этому конец, она и сама пошла под нож. Что вы несете? Никто ни о каких нарушениях не сообщал. Доктор Фуллер уважаемый человек, и мы восхищаемся как жители острова, так и его коллеги. Похоже, у вас на него зуб. Вы поэтому подожгли его институт? Засранец, а? Я ни в чем не собираюсь... Идемте, покажу вам ваше новое жилище. Я еще приду попозже задать вам несколько вопросов. Я надеюсь, вы сделаете правильный выбор, и во всем признаетесь. Ведь если я перейду к допросу, и к спестрастиям, поверьте, мне будет так же неприятно, как и вам. Я в этом не сомневаюсь. Доброй ночи, мистер Пирс. Засранец, а? Не верит. Так. Мистер Пирс. Искатель истины. Наконец-то мы встретились. Кто здесь? Воу-воу-воу. Что, дождь? Или что это? Оу-воу. Да ладно. Я же утону сейчас. Я тот, кого люди зовут Левиафан. Не из-за размеров моего земного обличия, а из-за безграничного моего знания, которым я хочу поделиться с тобой, человек. Не сопротивляйся. Ты не сможешь говорить или избавиться от моего влияния. Попытаться заговорить, подчиниться, бороться. Я просил тебя вести себя спокойно. Ты здесь, чтобы принять знания и пройти по пути, который приведет тебя к свободе. От таких предложений, такие, как ты, особенно обладающие столь предкими чертами, не отказываются. Чем сильнее угнетаешь ты свой человеческий дух, чтобы он мог познать истину, тем больше ты готов принять его мощь. Искатель истины, где Оракул? Ты хочешь ее увидеть? Принять знания? Отказаться от знания? Да нахрена мне твои знания? Твой разум должен раскрыться добровольно, иначе истина раздавит его. Наши пути еще пересекутся, искатель истины. Нафиг нам знания эти. Вы знаете, как рискуете, Сара. Если вы снова воспользуетесь своей силой, вы потеряете куда больше, чем жизнь. Дело не во мне. Дело в невинных жителях. Я надеюсь, ваш источник верен. Картина у бутлегеров. Если межпространственный бродяга появится, это случится здесь. Бродяга. Я так и знал. Нет. Опять. Только нет. О, да мы будем сейчас играть за Сару Хокинс. Элджеран, вернись. Так. И я так полагаю, мы снова в этих пещерах, где был культ. Почему я спустился сюда, я не знаю. Так резко. Так. Сюда нам не надо. Нам надо... Нам надо вот сюда. Где же Элджеран? Где бродяга? О, там кто-то есть. Наверное, Элджеран... А, Кэ... Кэ... Этот... Кэт. С кем-то. Так. Назад пути нет. так интересно если нас заметят будет плохо так трупешник лежит здесь так я так понимаю нам подобрать подобрать ничего не можем здесь горят колбы с этим жиром газом что трупешников много так куда нам идти сколько их да много я не могу понять они мертвы или че это еще он трупешник блин по этим катакомбам знать бы куда идти будет намного проще это не бродяга бродяга о а ну да трупы лежат бродяга их покоцал короче так что-то лежит подзарядили свою чудо лампу так где картина я никогда не прощу себя за эту картину так понятно короче этого бродягу уже выпустили нам нужен дрейк короче а здесь мы не поднимались да походу да 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 а вон дрейк ничего нас ни черта нет вот андреюшка дрейк ай ты не можешь нас бросить прошу прощения старый друг тот тут либо ты либо я откройте откройте леджерами быстрее смотрите чудовище совсем рядом вы уверены что хотите это сделать вперед быстрее за мной куда за тобой изгоните межпространственную бродягу как его убить продяга может открывать щели между измерениями он использует глифы как якори чтобы остаться в нашем мире значит нужно уничтожить глифы точно как я их найду я сделаю глифы невидимыми чтобы вы могли уничтожить их эта зона будет защищена барьером идеально оставайтесь под щитом я создам защитный барьер прячьтесь за ним едва почувствовать какую-то опасность так и уничтожьте первый глиф то есть глиф мастер вперед самая она флор где-то на полу еще искать надеть этот символ сара он должен реагировать на свет включить лампу а понятно так лампу где-то на полу говорит ну и где-то на полу то где мне тебя искать так восполнились вон там похоже вон он наверху так и есть а чё надо сделать глиф я не могу его сдвинуть он сопротивляется ритуал сработал не беспокойтесь все закончится когда я его прогоню о нет продяга вернулся не готов сара видите во-ву-воу-воу-воу открылся второй символ знаете что нужно сделать сара Жесть Так, второй символ Второй символ Открылся, говорит Тоже где-то на полу? Должен быть поэтлив, продолжаем Так, и где этот глиф теперь? Второй Надо осмотреться Должен быть где-то здесь, смотрите Я это и делаю Ого, заманал Так Вон он А как туда попасть? Где он? Оооо Так, валим, валим, валим Дрейк Свободи ко мне место Я хочу спрятаться Пошел вон Вы меня испугали, мой друг У меня сложилось впечатление, что бродяга пытается предугадать ваши действия Наши действия Я нашел, не паникуй Он становится сильнее и агрессивнее, если он вас догонит, постарайтесь его ослепить Так Воу-воу-воу-воу-воу Беги-беги-беги, Сара, беги Давай-давай-давай-давай Ты сможешь Успеешь Чуть-чуть Пошел вон С моей земли А вот сейчас будет труднее Я должен снять барьер, чтобы прогнать тварь Мне нужно масло Вы должны проманить его ко мне, Сара Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы привели его ко мне, когда он подойдет за вами Так, что там, третий глиф надо найти Третий глиф Мы почти там, Сара Только один глиф остался, чтобы найти Я хочу немного ойла Нужно масло Ты че, уешь, что ли, это масло? Где масло? А, вот он Вот глиф О нет, он уже здесь Отпускай меня Галджеран Готовы, быстрее, бегите ко мне Быстрее, 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 быстрее Он лезет Давай, давай А если так тебе Замедленно Так, 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 так А, у меня кончается масло Чуть-чуть, ну-ка Не нужно масло Отлично, Сара, пока покончить с этой картиной Пора покончить с этой картиной И че мне сделать Что мне сделать? Используйте картину Отлично Отлично, мы получили ачивки Чужак и товарищ по оружию Идемте, Сара Все закончилось Фу Вы что-то слышите? Я его слышу Он зовет меня Сара Нет Элджеран Мой старый друг Слишком поздно Да ладно Мы должны сопротивляться Пожалуйста Не надо Да ладно Сейчас в картину залезет Мой старый друг 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 Мой старый Ну что ж, друзья, бродягу изгнали, вот, но, но Сара все-таки поддалась влиянию мифа, вот, и я так понял, она переместилась в картину, что ли, или куда-то там переместилась, не так, я так не понял, но это мы узнаем уже в следующей серии, вот. А эту серию я заканчиваю, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, и я со всеми прощаюсь, до новых прохождений, до скорой встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok